В октябре традиционно проходит месячник пожилого человека. К слову, такие мероприятия, как дань уважения, проводятся во всем мире, не только у нас. В России, конечно, это событие масштабное, которое, конечно, не означает, что в остальное время о престарелых гражданах государство и общество не вспоминают, не обращают внимания на их проблемы. А проблем достаточно. И жизнь престарелых наших жителей, пенсионеров, стариков, к сожалению, пока трудная, тяжелая и сложная. Вот о проблемах и о том, что делает власть, чтобы их было меньше, мы поговорим сегодня. Это программа «Ваша партия» и я ее ведущий Артем Кудинов. А в гостях сегодня министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Наталья Владимировна, рад вас видеть в очередной раз в нашей студии. Заведующая гериатрическим центром Краевого госпиталя ветеранов войны Наталья Целюк. Наталья Георгиевна, спасибо, что пришли. И руководитель Краевой организации Союза пенсионеров России Любовь Елисеева. Любовь Федоровна, вам особая благодарность и почет. Сегодня вы, кажется, главный гость. Ну, господа, ко всем участникам программы, Наталья Владимировна, вам, наверное, в первую очередь вопрос. Зачем проводится месячник пожилого человека и как он будет проходить, какие мероприятия будут проходить в этом году в Алтайском крае? Месячник стал уже доброй традицией. Действительно, и в нашем регионе, и в России, и в целом в мире. Ему уже почти 30 лет. Поэтому такая сложилась уже большая история этого праздника. Но он действительно, как вы сказали в самом начале, призван к тому, чтобы мы все обратили внимание на пожилых людей. Вот просто остановились в таком быстром темпе современности, оглянулись. В первую очередь осознали, что нас неизбежно ждет этот возраст. Мы все к нему когда-либо придем. И от того, как сегодня государство, каждый в отдельности человек проявляет уважение и отношение к пожилым людям, то же самое будет ждать и нас по достижению определенного возраста. Поэтому для молодых людей, для детей мы должны послужить примером. А сами со своей стороны, начиная от своего близкого окружения, от своих родных, помогая им, уделяя знаки внимания. И потом уже распространяя это на своих коллег по работе, которые уже ушли на заслуженный отдых. На тех, кто просто встречается нам. Месяц наполнен разными мероприятиями. Первая неделя мы призвали все органы власти, все организации, всех форм собственности, для того, чтобы они повстречались со своими ветеранами, бывшими коллегами. Это могут быть разные формы. Наверное, не просто повстречались, а услышали о том, что их беспокоит, с какими проблемами сталкиваются. В конце концов, помогли как-то их решить, если это в их силах, конечно. Кто-то посещает на дому, кто-то приглашает на предприятия и организации, делает знаки внимания, помогает с санаторным курортным лечением или с какими-то бытовыми вопросами. И это действительно возможности им заявить, поделиться, рассказать. Кто-то приглашает еще раз в свою систему и показывает, каких результатов добились. Они очень интересуются, очень переживают за каждое из своих направлений. Ветераны, пенсионеры не хотят быть оторванными от жизни. У нас сейчас Любовь Федоровна расскажет. Любовь Федоровна, вы-то как ощущаете, что власть о вас помнит, не забывает? Ну, не только власть, а люди вообще окружающие. Старшее поколение вообще настолько любит жизнь, что они не ждут, когда о них вспомнят. Они демонстрируют сами завидное свое состояние в любом возрасте и желают участвовать в жизни вообще. Еще, кроме того, реализовывают различные творческие проекты. Самая активная часть населения. На выборы кто ходит, в первую очередь? Пожилые люди. Это главные избиратели вообще. Вот недавно выборы прошли. Кто? В первую очередь пенсионеры, пожилые, ветераны. И на спортивные праздники. Их агитировать не надо. Не надо агитировать. Да, если прийти, то доля пожилых людей во всей культурной, спортивной и вообще активной жизни нашего региона, пожилые люди составляют достаточно большую часть, чем люди других. Я зимой на тропу здоровья езжу. Кого там в первую очередь? Или вот парк изумрудный сейчас там дорожку сделали. Ходишь мимо. Пожилые люди в первую очередь. В первых рядах. С тринадцатой ходьбой занимаются. Кроме того, они оздоравливают себя самостоятельно. Молодцы, молодцы. И для души. Все-таки Наталья Владимировна, Наталья Георгиевна. Вы, кстати, между двумя Натальями сидите, так что вам повезло. Наталья Георгиевна, Наталья Владимировна, кого считать пожилыми и сколько этих людей у нас в крае? Вот вы как заведующий гериатрическим центром, наверное, ну кого вот, с кем вы работаете? Кто ваши, так сказать? Пожилой возраст в нашей стране считается сейчас 60-74 года. Сколько? 60-74. Да, и старческий возраст, это 75 и старшие. Вот у нас сколько этих людей? У нас много вообще, их больше становится. Если, скажем так, проводить мониторинг, то получается такая ситуация, что в крае увеличивается доля лиц старше 65 лет. И вот если на начало 2019 года в крае такой возрастной группы насчитывалось 363 тысячи, вот, это составляет 15,6% от общей численности населения всего Алтайского края. Каждый шестой, будем считать так, округляет. То на начало 2020 года, это 375,2 тысячи населения, это 16,2%. То есть, прирост составил у нас на 3,4% в Алтайском крае. Это происходит почему, Наталья Владимировна? У нас продолжительность жизни увеличивается, я так понимаю. То есть, рост числа пенсионеров, это, в общем, такая положительная, по большому счету, положительная демографическая характеристика. Или не совсем? Идет естественный процесс старения населения. В целом, в мире и в Российской Федерации Алтайский край не исключение. Соглашусь с Натальей Георгиевной, что, да, доля у нас граждан старше 65 лет, вот, 375 тысяч. Из них 80, 89, 73 тысячи, 90, 99, 10 тысяч. И старше 100 лет 67 долгожителей живет на территории Алтайского края. Около 70 человек у нас больше 100 лет. Да, достигли возраста 100 лет. Вот, если два года назад, я бы с гордостью могла сказать, что мы действительно увеличили возраст жизни, да, в наших пожилых людей. Продолжительность, простите, да, продолжительность, он составлял 71 год. Пандемия внесла существенные коррективы. Мы уронили этот показатель, он действительно снизился. Сейчас 69, 70. Мы вернулись к показателям двухлетней давности. Вот, наращивали, действительно, когда включился нацпроект «Демография». Ну, вообще, как-то вот ситуация была такая стабильная, и наши пожилые люди стали жить, ну, вот, на два года дольше. Ну, средняя статистика, да. Но сейчас мы наблюдаем такую, действительно, негативную тенденцию. Смертность, к сожалению, в данном возрасте возросла, и на это есть такие тяжелые, объективные причины. Мы с вами их все прекрасно понимаем, и поэтому… Ну, это самая уязвимая категория граждан вообще. Самая уязвимая. Да, естественно, здоровье не то уже. Вот этот вирус, он сработал еще не только, ну, с тяжестью болезни, Наталья Георгиевна больше скажет, это эмоционально, это и страхи, это вот… Ну, психологически, конечно. Это тревожности за себя и за своих близких, и мы, когда даже, ну, вот сейчас и будем продолжать пользу, с любым способом о том, что нужно действительно вакцинироваться, беречься. И наше здравоохранение испытывает сегодня колоссальную нагрузку, что каждый пожилой человек и каждый близкий молодой человек, конечно, должен приложить все усилия, чтобы, ну, защитить, оградить и… С этим бы вот к молодым обратился, которые маски не носят. Старики-то, я обращаю внимание, в транспорте все в масках. Молодежь вся без масок. Ну, то есть, я одного понять не могу. То есть, это такая безответственность. Ведь они сами-то не болеют, а вот, так сказать, то, что они передают эту заразу, может стариков просто убить. Старики как бы защищаются, молодежь нет. К сожалению, уже болеют все категории граждан. Ну, болеть-то болеют, но старики-то все равно болеют, тяжелее переносят. Конечно. Да, это же однозначно. Болеют все, но кто-то на ногах, легко все это, незаметно. А для стариков это может быть просто смертельный удар. Просто фатальный исход может быть. Поэтому вот я когда молодежь-то вижу, чтобы они задумались. Ну, если вам свое здоровье безразличное, о соседях подумайте. Любовь, как вы считаете? Конечно, потому что и у той молодежи, которая рискует сама и подставляет риску, не только тех, кто в автобусе пожилые, а тех ведь, которые и дома, их ждут, любят, и они дороги должны быть им. Поэтому беречь надо абсолютно верно. Самих себя и остальных всех. Молодежь у нас. Маски все-таки малое только защитного. Вы, кстати, пришли в маски, вот сейчас только буквально перед программой маску сняли. Просто вот самые дисциплинированные, самые активные, самые ответственные граждане. Это вот пожилые люди. Честь вам вообще и хвалу. Наталья Владимировна, Наталья Георгиевна, у меня вопрос такой. Все-таки вот социальный портрет пожилых людей в Алтайском крае. С возрастом мы определились. Есть ли данные статистики, по возрасту тоже, да, какого пола, где живут, работают ли или не работают. Ну, наверное, это к вам вопрос в первую очередь. Ну, у нас в целом получатели пенсии, мы вот берем не по возрасту, если получатели пенсии, кто-то же ушел и в 55, да, у нас же недавно изменился. Да, есть даже раньше военные какие-то. Да, есть военные и так далее. Но в целом, если взять вот людей, получающих пенсию, их больше 700 тысяч у нас. Так вот, скажите, у нас женщин 400 тысяч и 200 тысяч у нас где-то... А, женщин больше. Да, женщин больше. 200 тысяч, получается, где-то мужчин, 108 тысяч пенсионеров продолжают работать активно в Алтайском крае, доля городского и сельского практически равнозначная. 108 тысяч работающих пенсионеров. Да. Так это, в общем, из экономически активного населения работающего, это очень значительная доля. У нас... Очень значительная доля, но знаете, на что мы вот как органы социальной защиты обращаем внимание? Нам же нужно взять вот, ну вот категорию, которую мы берем старше 80 лет, и они нуждаются уже априори в постоянном постороннем уходе, вот. И мы так, ну, посмотрели относительно, чтобы наших ресурсов хватало, да, социальных работников, стационарных учреждений, вот. И интересная статистика, у нас 77 тысяч граждан трудоспособного возраста осуществляют уход за пожилыми людьми. То есть, они оформлены официально в пенсионном фонде, получают, ну, доплату соответствующую. Ну, законам это предусмотрено. Законом это предусмотрено. И им идет трудовой стаж. Я к чему, что это вот, ну... То есть, они еще, сами пенсионеры еще обеспечивают, дают работу еще какой-то части населения. Да. И вот, ну, вот пользуясь случаем, почему такую, ну, проблематику хотелось бы понять. По сути, мы, как государство, ну, должны быть спокойны за 77 тысяч пожилых граждан в Алтайском крае, потому что за ним есть трудоспособный гражданин, который за ним неформально оформлен, а реально осуществляет уход. Но наши пожилые люди, вы это неоднократно подчеркиваю, удивительные. Они умудряются за счет своей пенсии существовать сами, содержать своих трудоспособных детей, оплачивать им кредиты, помогать внукам учиться. Это обычная история. И, соответственно, еще и работать на приусадебном участке. В сельской местности это обычная история. Чтобы еще их кормить. Потому что там, где велика безработица, а как обычно все держится на пенсионерах. Поэтому 108 это официально работающих. Все остальные еще тоже трудятся и, ну, помогают своим детям или в воспитании внуков, или, соответственно, вот в жизни. Данные о доходах, об уровне жизни пожилых людей, насколько, так сказать, ведь в регионах тоже по-разному эта ситуация складывается. У вас есть такие данные какие-то или нет? По-разному ситуация. Ну, то есть, условно говоря, наши алтайские пенсионеры, они беднее новосибирских или там кемеровских? Или везде живут одинаково? Или государство находит возможность региональной власти как-то помогать им дополнительно? Ну, естественно, все меры поддержки в каждом субъекте разные. Есть, которые определены на федеральном уровне, но есть региональный пул. Если уж зашла речь о мерах поддержки, то у нас 290 тысяч пожилых людей являются федеральными или краевыми льготниками. Соответственно, мы вот только за прошлый год, если на жилищно-коммунальные услуги, на единовременные денежные выплаты, более трех миллиардов выплатили нашим получателям. Если говорить про разницу в регионах, ну, например, пенсии у нас невысокие, да? Ну, с учетом и уровня заработной платы, у нас большое количество людей, порядка 9 тысяч получают социальную доплату к пенсии, которую до прожиточного минимума доплачивает пенсионный фонд. Но, вместе с тем, выплаты, которые связаны как ветеранам труда, тружеников тыла, у нас больше в регионе, в денежном эквиваленте, чем, например, в Красноярске и в Кемеровской области. То есть, там порядка 300-400 рублей, а у нас это 600-800. То есть, вот, ну, все... Это при том, что финансовые возможности регионов, они просто несравнимы. Конечно, конечно, несравнимы. Наталья Георгиевна, ну, к вам о медицинской стороне нашей алтайской старости. Ну, без этого никак. Понятно, почему. Я задаю вопрос. Болезни старости всем известны. И есть ли какие-то региональные особенности, чем чаще болеют именно в Алтайском крае пожилые люди? Есть ли какая-то специфика вот в этом отношении у нашего региона? Конечно, наш край сам по себе уникальный, да, и, естественно, в нашем крае есть такие заболевания, которые встречаются чаще, чем в других регионах. Ну, вот, если среди сердечно-сосудистых заболеваний мы будем смотреть, то это, конечно, гипертоническая болезнь. На втором месте, может быть, даже на первом месте, это сахарный диабет, ожирение. Это именно в Алтайском крае? В Алтайском крае ожирение, желчекаменная болезнь, но и все-таки заболевание щитовидной железы. И плюс ко всему, все-таки наш Алтайский край, среди других регионов Российской Федерации граждане страдают психическими расстройствами. Это особенность, да? Вот есть такая задача. Наталья Георгиевна, Наталья Владимировна, к вам вопрос. А вот как-то реагирует на эту специфику, медицинскую специфику краевой власти? То есть у нас достаточно учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь именно по этим заболеваниям? Ну, вот у нас есть госпиталь ветеранов войны, который специализируется в наказании именно пожилым людям медицинской помощи. Сейчас, к сожалению, он, я так понимаю, закрыт в связи с известными обстоятельствами. Я думаю, что наш Алтайский край в достаточном количестве, так сказать, оснащен всем, чем нужно и для лечения любой категории граждан. Но с учетом того, что мы находимся в такой ситуации, ситуации коронавирусной инфекции, да, конечно, плановая помощь, она, ну, может, можно сказать, притормозилась, отодвинулась, вот уже практически второй год. Кстати, Наталья Георгиевна, хочу сказать, что вы героический врач, вы прямо чуть ли не из красной зоны к нам на программу приехали, потому что действительно постоянно работаете с ковидными больными, да, я так понимаю? Ну, есть такая ситуация. Большое вам спасибо от всех, вы молодцы настоящие. Те врачи, которые, естественно, работали и находились на плановой помощи в связи с коронавирусной инфекцией, им пришлось перейти вот в те госпиталя, которые перепрофилировались и стали инфекционными госпиталями, да, по работе с коронавирусной инфекцией. Это большая часть, это самые лучшие доктора, плюс даже студенты. Конечно... Поэтому, наверное, вот такой удар по старикам, вы как раз сказали, что демография, к сожалению, в связи с тем, что плановую помощь... Медицинские работники, которые есть же и 65+, тоже болели, находились на длительном лечении, и многие же не вышли и не встали в строй дальше работать. Поэтому, естественно, удар в первую очередь, пока получился по старикам, по нашим дорогим старикам. Любовь Федоровна, ну теперь к вам, наконец. Вы возглавляете Союз пенсионеров, Алтайскую организацию Союза пенсионеров здесь, в нашем регионе. Это общественная организация, которая защищает интересы стариков, пожилых людей. В чем эти интересы и хорошо ли они защищены у нас в Алтайском крае, с вашей точки зрения? Что вы непосредственно постоянно общаетесь с пенсионерами, знаете об их проблемах, об их, так сказать, гористях, напастях и так далее? Расскажите, пожалуйста. Знаете, можно, наверное, начать с истории или предыстории создания Союза пенсионеров в нелегкий 2004 год. Это тоже были времена перемен. И когда старшее поколение было в худшем положении, наверное, чем молодым, было легче принять это перестроечное время. И Союз именно тогда и рожден был. Рожден был уже за тем и потому, наверное, что интересы старшего поколения им пришлось представлять самим. И они, судя по своему опыту в то время, вот Надежда Михайловна Рудакова, мы ее все знаем, благодарим за то, что она в свое время этот Союз создала. Принимали участие ее помощники Татьяна Михайловна Иванова и Людмила Яковлевна Федотова и Борис Александрович Трофимов, как управляющий пенсионного фонда Алтайского края, принял эту идею. Ему сам Бог велел вас поддерживать. Ну кому еще, как не пенсионному фонду, Союз пенсионеров поддерживать? Конечно. Теперь уже на протяжении многих лет мы видели, во-первых, и руководителей, которые столь стоически ратовали за защиту интересов. Интересы во всем у старшего поколения. Вы общаетесь, что больше всего волнует пенсионеров? Какие проблемы? Лекарственное обеспечение, пенсия, может быть, многих не устраивает, но здесь мы не решим эту проблему. Ну, в общем, какие-то еще, обрисуйте. Вы знаете, лекарственное обеспечение и все прочее, Союз пенсионеров и пенсионеры нашего Алтайского края на этом не зацикливаются. Ну, это понятно. Дело в другом. Им интересно сегодня другое. Жизнь должна продолжаться, во-первых. И должна быть полноценной. Они нашли себе нишу в Союзе пенсионеров, где они могут реализовать себя раз. Более того, передать свой богатейший жизненный опыт, понимание жизни младшему поколению. И патриотическое воспитание сегодня здравствует, и мы идем в школы, и мы идем с волонтерами в поддержку старшему поколению, и мы идем в помощь уже и ветеранам Великой Отечественной войны. Мы не видим в старшем поколении разницы. Союз пенсионеров, Союз совет ветеранов, единое наше сообщество, старшее поколение, оно объединилось уже тогда за тем, чтобы сконцентрировать внимание на передачи доброты, участия, любви к людям, занятость есть в этом направлении. Любовь, у меня вопрос такой. Ну, вы, естественно, взаимодействуете не только с пенсионным фондом, но и с местными властями, с краевой властью, соцзащитой наверняка. Наши социальные партнеры, конечно. Да, ваши партнеры в первую очередь. С кем и как вы взаимодействуете? Поскольку Союз пенсионеров, Алтайское отделение наверняка имеет какие-то ячейки, так сказать, по всему краю. С какими муниципальными, с муниципалитетами вы хорошо очень сотрудничаете, дружите и так далее? Вы знаете, и, конечно, главное управление пенсионного фонда, это особая категория, в которой мы и, как старшее поколение задействовано, растворились. И у нас сегодня, допустим, связующим звеном не только пенсионный фонд, конечно. С соцзащитой, в первую очередь. С министерства соцзащиты. Мы при поддержке их многие проекты тоже реализуем. И я сейчас о них поговорим, мы об этих проектах. Более того, и Министерство спорта сегодня с нами сотрудничает. И достаточно искренне мы их благодарим на всех уровнях. Хорошо, что они не только о рекордах думают, а в том числе и о здоровом образе жизни. Мы, наверное, очень беспокоились. Это не проект «Спорт, норма жизни» для всех. Беспокоенные мы сердца все. И потому мы и приносим свои предложения в ту организацию, которые, полагаю, я как руководитель, нас должна поддержать. Есть система грантов, наверное, какие-то финансированные. Абсолютно точно. Мы не финансируемая абсолютно организация. И мы пытаемся с грантами работать, но иногда получается, иногда не получается. Мы и федеральные гранты выигрывали, мы и гранты выигрываем наши краевые, губернаторские. И мы радуемся этому просто потому, что уже у нас есть возможность реализовать свои проекты. Это творческие проекты, которые называться могут фестивалями, посвященными Великой Отечественной войне. Вот 85-летию посвященный фестиваль у нас не случился, чтобы мы его провели. Но вместе с тем наши активные союзовцы в онлайн-формате умеют сегодня себя проявить, заявить. И мы приняли участие. Топчихинский район, Любовь Станиславовна Шпилева, она свою вокальную группу в Ростове-на-Дону, как раз по линии Министерства соцзащиты шло это. Они выступили и стали лауреатами, и заняли призовое третье место. Любовь Федоровна, я понимаю, что мы можем долго о ваших успехах, достижениях говорить. Все-таки, если есть какие-то неравнодушные пенсионеры, люди пожилого возраста, то обращаться просто к вам, и вы, так сказать, найдете применение их талантам, способностям и так далее. А то, что вы где-то найдете возможности поддержки, ну, соцзащити и так далее, там пенсионный фонд, я думаю, всегда поддержит. Ну, и муниципальная власть. Вот в территориях края как? Вот вы расскажите, где у вас? В территориях края сложнее несколько. И вместе тем территории края привлекаются. Они вначале у себя проводят отборочные туры, и мы находим участвовать как? Там власть поддерживает. Здесь понятно, в Барнауле вы всегда поддержку найдете. Тут министерство, тут городская администрация. Единая Россия поддержку нам оказывает, и нам показывает поддержку территориальной власти, и наши депутаты нас поддерживают, и достаточно серьезно, и депутаты по той или иной территории… Только фамилии не называйте. Помогают. Без фамилии. Хорошо. Я не спешу это говорить. Я думаю, все. Тут беспартийных различий, я думаю, к любому депутату всегда он поддерживает. Хоть он какой окраски, правый, левый, но я думаю, всегда отнесутся. Есть прецеденты такие, но люди тогда по-другому живут. Они себя видят людьми, они перед молодым поколением уважаемыми становятся, и надо видеть, когда они со Спартакиады Краевой приезжают победителями. Небольшие подарки, скромные мы дарим, но мы два дня их привещаем и развлекаем, кроме того, и в культурпрограмм. И они приезжают победителями того или иного вида спорта. Моих восемь видов спортов задействовали Спартакиады. Понятно. Хорошо. У меня последний вопрос. У нас уже, к сожалению, время, Любовь Федоровна, время совершенно катастрофически утекает сквозь пальцы. У меня вопрос к Наталье, к Наталье, к Наталье Георгиевне и к Наталье Владимировне. Это лично от меня вопрос. Когда у нас появятся в Алтайском крае современные комфортные дома престарелых, где бы действительно пусть за какую-то плату, но тем не менее очень цивилизованно бы жили пожилые люди, где бы им оказывалась в том числе медицинская помощь, ну и прочие социальные услуги. Давайте, Наталья Георгиевна, вы начнете. А Наталья Владимировна, вы заканчиваете. С учетом коротко. Ну, для того, чтобы... Вопрос я понимаю, но тем не менее. Вопрос, конечно, в первую очередь, Наталья Владимировна. Ну, я думаю, что для начала нужно построить такой дом-интернат, а потом уже... Ну, коротко скажу. Во-первых, у нас их сегодня 33 есть. Мы прилагаем все усилия, чтобы они сегодня были уже комфортные, удобные. И для этого нам проект помогает, система долговременного ухода. То есть это... Вы придете к нам в гости и увидите, что все как дома. У нас не стационар, у нас не закрытое учреждение. Наталья Владимировна, Любовь Федоровна, Наталья Георгиевна, спасибо, что пришли. Будем завершать. К сожалению, время уже наше истекло. На сегодня все. Ну, хочу обратиться к нашим пожилым людям. Дорогие наши старики, далекие, близкие, берегите себя. Мы вас любим и помним о вас постоянно. Ну и всем остальным телезрителям здоровья. Не забывайте родных, помогайте близким и не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго. Встретимся через неделю.